Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Владимир Леонидович, в разрушении сегодня факел, как-то что-то сделал, а вот в созидании замечено мало что было. То есть два удара за всю игру это как-то маловато. За счет чего планировать сделать? Сделать голы и прыгать? Если мы пропустили это обеща, то вопрос значит неумести. Ну, это худшая игра, которая была за все то время, и что я нахожусь в команде Фракел. Я ребятам это сказал в раздевалке. Поэтому мы продолжаем отвечать на ваш вопрос. С этим мы связываем. То, что в Бугаруне пропустили мяч. 11-метрового, да, там было, не было. Это опять же, усмотрение судьи. Потом мы хотели перестроить игру. И до замен, я не думаю, по ходу, только второй тайм было много подачи, прострелов. Но там не было у нас игроков, кто хорошо играет. Вверху, головой. Поэтому когда выписали Маркова и Вахнова, эти передачи, они закончились. Поэтому тут есть непонимание. Но мы, зная сильные и слабые стороны соперника, в принципе, второй, третий мяч мы и попались на этих быстрых атаках, где есть пространство, где соперник на скорости есть пространство. Это лучший спорный соперник. Он этому не воспользовался. Но исполнительский мастерство тоже согласился. И второй вопрос, как раз по заменам. Замена Максимова показалась несколько преждевременной. Она из-за травмы или фактическая? Возвращаясь к первому вашему вопросу, мы в дальнейшем создавались эксперименты, цеплялись. Но тогда мы обсуждаем, видим. Может быть, всегда улов. Вадим Валентинович, Божий явно был настроен на Самару определенным образом. И это, в первую очередь, в большом количестве разговоров в студии выражалось. И карточка, соответственно, у вас была сразу, когда следствия наперерыпал. То есть вам пришлось тут покаривать своих игроков по этой части. Ну, уже было сказано там, команде. Наверное, больше перегорели, наверное, от желания, от желания большого. Хотели набирать очки, но игра не получилась. То, что это нервозность, но, наверное, это с этим и сказывается. То, что где-то не получалось в атаке, в обороне, в переходных фазах. С этим и, наверное, нервозность такая была сказана. Оценили то, что вы даже в просчете 3-0 болельщики скандировали верим в команду? Конечно, оценил. И еще раз хочу сказать большое спасибо болельщикам. То, что в любое время, в любой результат команду поддерживают. И когда проиграем, когда неудачно складывается игра, и когда положительный результат. Поэтому с такими болельщиками, наверное, и подниматься с колен, так можно выразиться, да, быстрее. И для футболистов, наверное, это будет поспорье. Потому что поддержка и, наверное, много-много для футболистов. Это значит, и рук никто не должен опускать. Наоборот, надо держаться за такую ауру, за такую поддержку и за такую команду. Мы все прекрасно знаем. Есть проблемы, но эти проблемы – это нормальные вещи, и на них никто не ссылается. Надо, наоборот, только поднимать голову и выходить из этой ситуации. Ситуация у нас никогда не была легкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова